На эту сцену приглашаем вместе, всем залом, технического директора компании Global Intellect Service, Булата Имамова! Всем привет! Как настроение? Сегодня мы поговорим о результатах нашей компании за 2022 год. Мне выпало честь рассказать о цифрах. Расскажу о том, что мы декларировали сделать, о том, что мы сделали, какие были результаты у предпринимателей. В цифрах поговорим. И в третьей части расскажу, какую радость мы смогли доставить нашим самим любимым пользователям. Мы заявляли, мы сделали. Если быть более корректными, то давайте вспомним о тех вещах, которые мы декларировали со сцены в 2022 году. Расскажу немножко о том, как мы этот год прожили, какие изменения были и что мы, в принципе, привнесли в виде изменений, обновлений в наш продукт. Еще раз, UDS — это про деньги. Но мы с вами знаем, что прибыль бизнеса не всегда выражается только в доходе. Зачастую мы добиваемся большей прибыли за счет оптимизации расходов. С этим и была связана первая фича обновления — это система отчетов. Мы анонсировали это обновление в начале года. Оно представляет из себя большой отчет, который обновляется раз в месяц, доступен для предпринимателей как в веб-версии, так и в мобильной. Мы представляем в этом отчете историю, как мы смогли прожить с вами этот месяц. Мы показываем, как мы помогли вам сэкономить, используя наши инструменты. Как мы, как платформа, привлекли вам новых покупателей, как мы могли сделать повторные покупки. И очень много интересного. Рекомендую вам чаще обращаться к этому документу. По обратной связи мы его постоянно дополняем. Это очень интересное изменение, которое мы зарелизили в начале года. Далее. Это автоматизация. Вы знаете, что в маркетинге, в бизнесе часто бывают рутинные действия, которые необходимо автоматизировать для того, чтобы получить больше свободы. Потому что это основная цель любого бизнеса – двигаться в направлении в освобождении времени и получать больше свободы. Для этого нужно автоматизировать некоторые процессы. Мы уже начали работу над некоторым функционалом. Это своего рода автоматизация оповещений, ответы на обратную связь, автоматизация работы с заказами. Будем двигаться в этом направлении еще обильнее. Фича вышла примерно весной прошлого года. Одним из важнейших, наверное, обновлений в истории 2022 года можно заметить выход Apple Wallet и Google Pay Card. Это карты, которые позволяют нам расширить нашу омниканальность. Это возможность охватить больше кейсов, больше способов для предпринимателя работы с нашим продуктом. Кому ты хочешь соначислять по номеру телефона, кому ты хочешь скачивать мобильное приложение. Мы эту линейку дополнили. Теперь любой предприниматель по желанию может создавать карты электронные для iPhone, для Android. И, в принципе, без доступа в интернет иметь возможность получать и списывать баллы использованием продукта UDS. Обращаю ваше внимание, что многие компании заявляют этот функционал как их основной. Годами его разрабатывают, тратят на это миллион рублей. Мы получили обратную связь, разработали за два месяца, отдали в тест. Вы можете сейчас этим пользоваться в рамках абонентской платы продукта за те же самые деньги. По сути, бесплатно. Что еще? Из таких крупных интересных фич — это RFM-анализ. Сейчас очень много разговоров об этом направлении. Я не буду углубляться слишком сильно. Об этом написано очень много научных статей и книг. Сложные вещи, которые позволяют вам сегментировать вашу базу на разные категории. Платежеспособная часть клиентов, клиенты, которые требуют большего количества внимания, либо клиенты, которые самостоятельно могут работать и без вашего соучастия в коммуникации с ними. Очень сильная наука. На самом деле, очень много интересного внутри происходит. Но новшеством явилось то, что в рамках той же самой абонентской платы без изменений предприниматель из малого и среднего бизнеса может использовать функционал, который ранее был доступен только крупному бизнесу, либо крупным федеральным сетям. И все, что бизнесу необходимо делать — просто проводить продажи с использованием бонусной системы. Все, больше ничего. Все остальное мы делаем за вас. Абсолютно. Релиз произошел. Большой объем клиентов уже использует этот функционал. Я вам рекомендую обратить на него внимание. Очень классная штука. Рекламные возможности. Здесь тоже очередной важный шаг в выходящем году. Мы проделывали кучу изменений, получили много обратной связи, меняли систему подачи возможностей размещения рекламы, как для компаний внутри системы UDS, так и вне. Это прям целая отдельная тема для выступления. Цифры, возможности, как можно здесь заработать и продвигаться. Об этом будет рассказывать следующий спикер, мой коллега. Я вам прям настоятельно рекомендую послушать. Это очень интересно, там очень хорошие цифры. Над этой штукой мы тоже работали на протяжении всего года. Ну, что еще? Десятки, я бы сказал, даже сотни изменений в мобильном приложении для покупателей. Оно преобразилось, оно поменялось. Мы постоянно собираем телеметрию, мы постоянно собираем данные, смотрим, как пользователи выделяют внимание тем или иным частям экрана и постоянно стараемся преобразовывать. На эту тему тоже будет небольшое выступление. Следующего спикера тоже рекомендую вам остановиться на нем, послушать, потому что вы услышите нечто абсолютно новое, о чем мы еще даже не говорили. К чему все это привело? Еще раз, UDS это про деньги, и мы все наши результаты привыкли мерить деньгами. Сейчас вам предлагаю приступить к второй части. Я хочу рассказать, как мы при помощи этих изменений и всех остальных инструментов смогли оказать положительное влияние для бизнеса, и каким цифрам мы пришли. У нас есть одна из крутейших особенностей нашего сервиса – это наличие инструментов для того, чтобы стимулировать покупателей совершать повторные покупки. Это и всякого рода поздравления, начисление баллов, сертификаты, множество инструментов, на самом деле их десятки. И для бизнеса очень круто и очень важно, когда ваш покупатель делает дополнительную покупку без затрат для бизнеса. Согласитесь, это очень крутая история. И это наше основное УТП. 52, почти с половиной миллиарда рублей подобным образом UDS помог привлечь малому и среднему бизнесу за 2022 год. Самое интересное, я бы обратил ваше внимание на цифру чуть пониже, это почти 12% прироста относительно предыдущего года. То есть в этих показателях мы постоянно растем, мы постоянно об этом говорим, постоянно обращаем на это внимание. Какие еще сильные стороны есть у нашего продукта, чем еще вас удивить? Одно из УТП нашего продукта – это рекомендации. Что такое рекомендации? У нас есть много новых гостей. Это когда ваш клиент приводит вам нового клиента, который вам ничего не стоит. Ничего не стоит от слова «совсем», вообще ничего, вы даже в этом процессе не участвуете. Этот процесс полностью автоматизирован и требует 0 рублей, долларов, тенге, сумм, затрат. Согласитесь, это мечта любого бизнеса, на самом деле, когда нужно сделать так, чтобы клиент постоянно покупал, приводил новых клиентов, и это все делалось за вас. Почти 4 миллиарда рублей привлечено нашей платформы в малый и средний бизнес путем рекомендаций, в которых предприниматели практически не участвовали. Ну и основная, наверное, основная задача нашего продукта, в том числе, как и задача бизнеса, которая входит в основной перечень, это правильно и эффективное взаимодействие с клиентом, это постоянный контакт. Здесь тоже все просто. В базе нашего продукта есть такие возможности, как отправка по уведомлению. Здесь тоже цифра выведена достаточно просто. В любом регионе, в любом месте можете взять смс-агрегатор, к примеру, взять среднюю стоимость одной смски. Собственно, как и было посчитано, порядка полутора миллиарда рублей мы позволили бизнесу оставить в кассе, не затрачивая на рассылки по мессенджерам, смскам и прочим. Здесь очень важный момент. Пользователь, регистрируясь в UDS, решает все ваши юридические правовые проволочки по разрешению на получение этих уведомлений. С смс-ками и социальными сетями здесь есть определенные сложности, штрафы и так далее. Мы эту проблему за вас полностью решаем, закрываем, полностью в правом поле находимся. Сэкономил, заработал полторы миллиарда рублей. Дальше. На базе продукта есть модуль заказов. Это история, которая помогает вам избежать, мягко сказать, огромных комиссий агрегаторов, которые на сегодняшний день есть на рынке, и организовать продажу, обслуживание заказов через наш продукт. В том числе это интегрируется с интернет-магазином, который также в рамках UDS создается в пару кликов. На 785 миллионов рублей произошел оборот бизнесов за 2022 год. Это на 34% больше, чем в предыдущем году, с использованием модуля заказов и интернет-магазинов. Обслужили мы за уходящий год 603 тысячи заказов. Это примерно 1600 заказов с различными параметрами в разных регионах в день. На самом деле это очень хорошие цифры. Мы над этим направлением работаем. Будем стараться делать еще лучше. А еще буквально пару лет назад в 2021 году мы представляли один из сервисов. Это сертификат электронный. В последнем уходящем году, в 2022, мы произвели много изменений над этим функционалом. Что это такое? Для гостей я немножко поясню. Вы как участники, собственники, может быть, сотрудники в малом и среднем бизнесе понимаете, что есть такая проблема, когда вы тратите время на дизайн, на печать флайеров, потом студент мерзнет зимой, их раздает, и в радиусе 300 метров все флайеры во всех этих мусорках. Либо для многих, наверное, знакомая история, когда вы на ресепшене, в отеле, в кафе, и где-нибудь стоит такая засаленная пачка визиток, уже покрывшаяся блесенью, напечатали, кто-нибудь возьмет. Проблема всех этих источников распространения акций, каких-то плюшек заключается в том, что нельзя померить ни просмотры, ни клики, ни официальную конверсию. То есть очень сложно, на самом деле. Это неэффективный инструмент. Мы эту историю оцифровали еще в 2021 году, и при помощи UDS вы можете выпустить сертификат, наверное, в течение часа. Весь этот час идет на придумывание текста и картинки. Одним кликом вы отправляете вообще на все устройства, которые подключены к интернету, хотите в утюг, в чайник, куда угодно. Главное, чтобы был подключен к интернету. И в среднем, посчитав строимость одного листочка, наверное, 6 рублей с печатью и доставкой, примерно мы вывели такую. Вы можете вывести в голове сумму, это количество доставленных сертификатов. В 2022 году почти 46 миллионов таких электронных листовок достигли своего конечного потребителя. Можете умножить на 6, посчитать, какую сумму денег, в принципе, предприниматели, наверное, сэкономили. Крутая история для тех, кто хочет заниматься продвижением бизнеса без слива бюджета, на самом деле, я считаю. Что еще? Завершая, наверное, эту часть, хотел сказать, что у нас хотим мы того или нет, в одно время мы даже с этим боролись, наше приложение является агрегатором, так или иначе. Любой желающий может скачать мобильное приложение и вступить в скидочную систему абсолютно любой компании, которая там присутствует, в любом городе. Это нормально. Что происходит, по сути? Человек имитирует, получает себе электронную пластиковую карту и оцифровывается в базе предпринимателя. Соответственно, за 2022 год таких действий произошло в количестве 19 миллионов 600 тысяч штук. Последние три цифры там округлены. Что это такое? По сути, это бюджет, это ваш бюджет на пластиковые карты, это ваш бюджет на ридеры, это ваш бюджет на уборку города от этого мусора всего потом впоследствии, ну и, собственно, забота об экологии. На этом хотел бы эту часть завершить и хотел бы поговорить, как это повлияло на нашу миссию. Ни для кого не секрет. В том числе одна из наших целей — это сохранять бюджет обычных людей, семей и помогать им пользоваться выгодными предложениями внутри их города, тогда, когда им это необходимо. В 2022 году 3,5 миллиарда рублей пользователи сэкономили. То есть это та сумма, которая осталась в семейных бюджетах. И мы можем судить по этим показателям, что людям это нравится. Почему? Потому что 548 тысяч рекомендаций совершили мобильного приложения и бизнесов, которые находятся внутри нашего приложения. По этим показателям мы можем судить, что людям это нравится. Согласитесь, это самый честный комплимент, рекомендация. Спасибо. Это полторы тысячи рекомендаций в день. Замечу, что при среднем количестве новых пользователей у нас на платформе, это 10-15 тысяч в день в зависимости от сезонности бизнеса, это 15% удовлетворенных клиентов. То есть 15% людей, которые скачивают приложение, рекомендуют нас как сервис и рекомендуют вас как бизнес. Эти же люди совершают постоянно покупки. В день, в день, в сутки происходит порядка 150 тысяч покупок. Это средняя цифра за 2022 год. И, соответственно, как мы еще понимаем, что наш инструмент полезен? Достаточно зайти в App Store, Play Market, посмотреть отзывы. Нам пишут отзывы. Эти отзывы собирает третья сторона провайдера Google, Apple. То есть накрутка этих отзывов, она очень сильно карается этими платформами. Эти отзывы нельзя подделать. Все, что там написано, все соответствует действительности. Поэтому, когда кто-то из вас интересуется софтом, либо ваш клиент выбирает для себя что-то, я рекомендую просто заходить на платформу и смотреть, какое количество звезд стоит у приложения, какие отзывы пользователи пишут. Потому что 456 человек не поленились, зашли, поставили оценку. И средняя оценка 4,9 из 5. То есть малкие сервисы вообще в принципе в Play Market и в App Store могут похвастаться такими показателями на самом деле. Я считаю, это крупно. К чему все это приводит? К тому, что в ноябре 2022 года мы пробили планку в 30 плюс миллионов установок на три платформы. Это Play Market, это App Store, это Huawei Gallery. Три самые популярные платформы на сегодняшний день. Самое интересное, что мы пробили планку 4,5 миллиона активных пользователей в месяц. Давайте порассуждаем немножко. Что такое активный пользователь для мессенджера или социальной сети? Зашли, активность, вышли, все. В UDS же мы привыкли считать активные действия. Это когда пользователь принес какой-то профит, какую-то пользу для предпринимателя. Это 4,5 миллиона человек, которые каждый месяц стабильно приносят какую-то прибыль, какую-то пользу для каждого бизнеса, который участвует на нашей платформе. Это очень хорошо, на самом деле, с точки зрения цифр, это очень хорошая конверсия. Над этой цифрой мы тоже постоянно работаем. Ну и сегодня наш сервис находится в топ-чартах. Play Market, App Store, ничего не изменилось. Занимаем позиции в топ-100 приложений на территории всех стран СНГ. То есть вы можете зайти, прям посмотреть среди всех приложений. Мы занимаем, эти позиции постоянно двигаются, за дня в день скриншот может быть немножко неактуальный. Но мы стабильно занимаем топ-10, топ-30 среди приложений на территории ASIC Федерации, конкурируем с крупными игроками. Зайдите, посмотрите, можете скриншот не фотографировать, у ваших телефонов все это есть. Это абсолютно объективная информация. Подытожим немножко. Что мы имеем на сегодняшний день? Мы находимся в топ-чартах. Она знает очень большое количество людей. Это больше 30 миллионов инсталлов. Мы приносим свой огромный вклад в виде помощи всем этим людям для экономии семейного бюджета. Мы помогаем бизнесу расти вместе с нами, помогаем экономить деньги, помогаем увеличивать доход, помогаем увеличивать повторные покупки. И еще раз, US уже знают миллионы людей. У нас с вами есть клиенты, у нас с вами есть партнеры. Мы сильно независимы IT-компании. У нас на сегодняшний день есть все для того, чтобы иметь возможность масштабно влиять на культуру предпринимательства и помогать обществу. Это очень важно. И если здесь есть кто-то, кто еще не приобщился к нашему сообществу, я вам очень сильно рекомендую послушать все выступления сегодняшних спикеров. Тем ребятам, которые с нами уже недавно, давно или среднее количество времени, огромную вам благодарность, партнерам, клиентам, разработчикам. Спасибо всем за то, что вы помогаете делать наш продукт лучше. Это были итоги 2023-го. Что будет 2023-м, уже расскажут мои коллеги. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...